Заходи, и все. А с российским вообще-то без проблем. Тоже сам за компьютер сел, забился. У меня все документы есть на Россию, но только подавать не хотела, потому что мы не знаем, была на Украине. Мне надо было ездить часто-часто туда. Да ну, кто-то там узнал. Одни говорят нет, а другим он был 20 тысяч рублей, чтобы забрать свой паспорт. Да, не знаю. Украинский забрали, как мы, встали и сказали, у Вас есть свой НР-овский паспорт. Он говорит, нет, ну туда подойдите, она уже через 80 стояла. И батя позвонил, а батя привез денег, чтобы отпустили. Понятно, что развод, понятно, на кого попадешь, не должны такого делать. Ну а что делать? Я думаю, а я езжу, если кто-то развод ездит, а я ездила раз в два месяца или там раз в месяц. Мне надо было туда кататься. Я не катался, у меня откладываются документы, подал 6 июня, а развели 26 ноября. Думал, разводится ли нет, вам дали время на протяжку. Да нет, они откладывали, перекладывали. Не я, чтобы в Украину не ездил. Моя по сей день не знает, что из где развелся. Ай-яй-яй. Да что, ай-яй-яй, она же изгод в Москве. Я заблокировал во всех мессенджерах, во всех соцсетях. Не забыл. Да, да, да. Да ну, на Гайвом сейчас, за кольцом встану. Нам дорогу перейти остановлю. Ай-яй-яй. Или под Москвой, или в Москве, или где-то там. А позвоните. Говорю, телефона нет, во всех сетях заблокировано. В черных списках. Ясно, хорошо. Так может заявление напишите, что без вашего присутствия рассмотрели. Так говорю, конечно, что мне кататься в ближний раз. Уже здоровья нет. Да, 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 да. Сейчас я буду встану. Я потом позвоню. Ну, я тебе сдачу отдам. Я позвоню, зайду. Выходные, Нина, приходи. Можешь алку, если дотащишь ее. А? Если дотащишь, можешь алку взять. Уже двадцать суток. Подожди. Подожди. Подожди.